Дорогие друзья, уважаемые жители, мы сегодня попросили прийти сюда жителей улицы Красноплодская, ну наверное может быть и другие кто-то пришли, это не суть важно, мы готовы всех, рады видеть. Но цель нашей сегодняшней встречи переговорить, проговорить с жителями трех домов улицы Красноплодской о организации программы по переселению из ветхого жилья. Программа эта региональная, она утверждена правительством Московской области, действует она на территории нашего города в течение двух лет, это 14-й год и 15-й год. Завершается она 31 декабря 15-го года, эта программа. И наша задача, чтобы эта программа была реализована, потому что, значит, при условии, что она будет не реализована, наш город уже практически будет вычеркнут из представителей городов, которые могут участвовать в таких программах. Ну, чтобы долго не говорить, я попрошу, значит, вернее скажу, как бы мы полагали сегодня с вами пообщаться. Значит, формат нашего общения мы видели и разговаривали, когда с представителем вашей инициативной группы, то мы бы видели формат с точки зрения, мы сначала доведем некую информацию о том, что планируется сделать, как действует и работает программа. Затем мы готовы в режиме диалога вопрос-ответ пообщаться с вами, но сразу же хочу попросить, что, поймите правильно, чтобы вы посыл не был такой, что здесь вот по эту сторону сцены сидят люди, которые хотят вам сделать плохо. Потому что вот пока в общении оно шло именно, что мы хотим что-то сделать вам такого плохого. Значит, мы это, я имею в виду правительство Московской области, администрация. Значит, я бы хотел все-таки, чтобы вот посыл был более доброжелательный. То есть мы готовы общаться, обсуждать. Мы для этого и собрались сегодня, чтобы определить точки соприкосновения, определить желания, чаяния, значит, проблемы, которые волнуют вас, которые волнуют нас. Мы свои выскажем, значит, опасения вы свои выскажете. И вот в режиме этого диалога мы, думаю, что мы найдем пути, какие-то решения всех вопросов, которые сегодня стоят перед вами, перед нами с точки зрения реализации вот таких программ, как программа регионального переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня мы готовы рассказать вам и ответить на любые вопросы, которые вас интересуют. Сегодня у нас в гостях, и мы пригласили, слово в гостях, наверное, трудно сказать, мы пригласили руководителя управления, он, наверное, сам скажет, как правильно, управления, которое непосредственно занимается программами по переселению из ветхого и аварийного жилья. Это Афонин Александр Викторович, представитель Минстроя Московской области. То есть человек, который непосредственно занимается реализацией этих программ. Мы пригласили сюда представителей инвестора, застройщика, так скажем, или подрядчика, которые по результатам, значит, обсуждений готовы реализовать проект застройки двух домов на улице Свердлова, дом 4. Они сегодня нам покажут проекты эти, покажут технологию строительства этих домов, расскажут все тактико-технические характеристики. Все, что интересует вас, мы сегодня пригласили специалистов, лучше которых, в общем-то, никто не знает, что и как строятся эти дома. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу сегодня, сейчас, в первую очередь, предоставить слово Александру Викторовичу. он расскажет о программе переселения и в готовности ответить на ваши вопросы. Но, наверное, мы сделаем так. Сначала он расскажет, потом мы в режиме слайда покажем, а потом уже будем отвечать на все вопросы, которые у вас возникнут. Договорились? Спасибо, Александр Иванович. Добрый вечер. Ну, как Александр нам сказал, что действительно на территории Московской области у нас реализуется программа по переселению граждан и заваривающего жилья на 2012-2015 годы. Ну, я представлюсь. Меня зовут Арханин Александрович, я ученик управления программ по ликвидации аварийного ветхого жилья в Министерстве радиоакомплекса Московской области. Так вот, программа эта реализуется до конца текущего года. Мы единственные регионы среди всех субъектов Российской Федерации, которые на себя взяли повышенные обязательства по переселению граждан из-за аварийного жилья, признаны таковым на 1 ноября 2012-го года. То есть, если вся страна у нас расселяет жителей до 1 сентября 2017-го года, то Андрей Юрьевич Воробьев за текущего года. Поэтому перед нами стоит очень большая масштабная задача расселить 166 тысяч квадратных метров, это в текущем году. В том числе и в городе Красноармейске, где расселяются 3 вареных дома. Для этих целей строятся 2 новых дома. Затрущики здесь присутствуют. Сразу хочу сказать, что от начала строительства, даже от начала поведения конкурсных процедур до момента всех этапов строительства, и включая ввод всех строительских объектов, которые проводятся в рамках реализации программных мероприятий, контролируются полностью в Министерстве строительного комплекса. Кроме того, создана рабочая группа, в которую вошли представители всех контролирующих органов. Это и госжилая инстекция, и госгороднадзор, представители общественности. Это и ЖК «Инициатива», и ЖК «Контроль». И мы составом этой комиссии принимаем все дома, которые вводятся в эксплуатацию в рамках реализации действующих программ. Поэтому прежде чем давать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, то есть тех домов, которые будут построены, комиссия приезжает, смотрит, если выявляет какие-то замечания, то дает указание застройщика, чтобы он устранил право своих гарантийных обязательств. Потому что одним из условий проведения конкурсных процедур на строительстве, именно на покупках, является то, что застройщик дает гарантийные обязательства, что он в течение пяти лет будет устранять все недоделки или какие-то строительные недостатки, которые будут выявлены в процессе эксплуатации этого построенного здания. Кроме того, мы рекомендовали настойчивой администрации и всем застройщикам, чтобы они на всех трёх всех объектов установили веб-камеры. То есть, к сожалению, у вас установлены уже веб-камеры настройки. То есть, вы можете ознакомиться с предадресом этой веб-камеры и можете в онлайн-режиме наблюдать вещество правительства. У нас тоже самое создан портал многостроительного комплекса, куда все эти IP-адреса выведены и практически мы все строящиеся объекты наблюдаем в данном режиме. Кроме того, еженедельно администрация, в том числе и города Красноармейск, представляет фотоотчёт, который попадает сначала на стол курирующего строительного комплекса, заместителя председателя правительства Еленевкина Вячеславовича, а в дальнейшем Еленевкин каждый понедельник рассчитывается о программе переселения перед губернатором. Поэтому мы это видим, мы это контролируем и смею вас уверить, что качество строительства будет на уровне, мы, застройщику, я вам гарантирую, что не издадим схватку, это я вам обещаю. Поэтому, если есть какие-то вопросы в рамках реализации программы на территории вашего поселения или на территории области, я готов, по завершению наших мероприятий, готов ответить. Спасибо. Уважаемые коллеги, как мы и договорились, Александр Ильич ответит на все вопросы, интересующие вас, то, что касается деятельности Министерства строительного комплекса и правительства. А сейчас я хочу, наверное, предоставить слово представителям застройщика, они покажут вам слайды и, наверное, расскажут о том, о тех домах, которые будут построены для переселения. Пожалуйста, кто? Поднимайтесь сюда, наверное, или вы будете здесь. А что, нет никому, что ли, там? Да мне надо самонос здесь. Ну, пожалуйста, давайте. Страшно вам ничего не произойдет, я просто буду нажимать кнопочки. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Малашев Сергей Юрьевич, я представитель подрядной организации, и хотел бы как раз вас познакомить с технологией, по которой будут строиться данные. Ну, а в Мурманской области 36 семьи моряков-подводников получили ключи от новых квартир. Жилье для офицеров не строили в военном городке Гаджиево больше 20 лет. Теперь ситуация изменилась благодаря федеральной программе. До конца года в гарнизоне будет введено в эксплуатацию три дома, а всего их будет семь. Мольшинство новоселов служат на ракетном подводном стратегическом крейсере Юрий Долгорукий. Репортаж из Мурманска Дмитрия Остромилова. Первым в новенькую трешку зашел всеобщий любимец Кот Пончик. В семье капитана третьего ранга Сергея Архипова этого момента ждали долгие годы. А буквально через два месяца у счастливых новоселов произойдет еще одно важное событие. У юных Макара и Егора появится братик. Хотели, конечно, девочку, но третий сын тоже хорошо. Мы очень рады. Под аккомпанемент оркестры моросящего дождя ключи от новых квартир получили 36 моряков-подводников. Большинство из них служат на ракетном подводном стратегическом крейсере Юрий Долгорукий. Новый дом построен по специальной технологии, которая учитывает суровый северный климат и близость к морю. Двух- и трехкомнатные квартиры уже с отделкой. Под ногами линолиум, над головой натяжные потолки. Не забыли строители про сантехнику и энергосберегающие технологии. Осталось только завести и расставить мебель. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Ольга Филатова очень рада. После тесной двушки новая трокомнатная квартира слишком большая. Хозяйка уже с удовольствием занимается дизайном. Здесь, наверное, мы поставим саму кухню. Телевизор надо подумать, куда повесить, наверное. Где-то, наверное, в этом районе. Здесь диванчик хотелось бы поставить. До конца года в эксплуатацию ведут еще два дома. Строительство жилья в военном гарнизоне Гаджиева не велось 20 лет. Теперь в рамках федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих только в этом гарнизоне построят 7 четырехэтажек. Последние несколько лет скомпенсировано и строительство новых кораблей, и строительство береговой инфраструктуры. Все, что касается материал-технической обеспечения, очень много делается. Ну и одна из таких очень серьезных задач, которых нас всегда волновало и будет волновать, это, наверное, все-таки социальные проблемы. Командование позаботится и об отдыхе подводников. Здесь в Гаджиеве уже построили большой физкультурный комплекс, а в ближайшие годы появится бассейн, ледовый дворец и культурно-досуговый центр. В которых моряки и члены их семей смогут проводить в свободное время. Дмитрий Стравилов, Дмитрий Иваников, Вести, Мурманская область. Ну а в Мурманской области 36 семей моряков-подводников получили ключи от моряков. Скоро та же самая радость будет и у вас. Не беспокойтесь. Так хочется верить. Нужно нам туда ехать. По этой программе, по этой программе. Одну секундочку, одну секундочку. Дальше мы хотели бы показать следующие слайды, которые показывают... Послушайте, послушайте, мы сейчас как раз вам хотели показать следующие слайды, где такие же дома строятся в разных городах в Российской Федерации, на разных земельных участках. В Московской области такого дома не разу не посмотрите. Дорогие мои, ну я же вас попросил. Значит, мы сейчас покажем. Ваше право будет сказать то же самое, но после того, как вы посмотрите. Я вас же вас попросил. Я еще раз повторяю. Я еще раз. Разрешите, я еще раз к вам обращусь. Значит, у вас будет точно такое же право выразить свою позицию. Может быть, вы перестанете возражать, когда вы посмотрите. Что смотрите, извините. Значит, я еще раз вам повторю. Может быть, вы перестанете возражать, когда вы все это увидите, вы измените свое мнение. Вы не исключаете такого варианта? Нет. Я еще раз повторяю. У всех есть телевидение, но не все это видят и смотрят. Вам сейчас специалисты расскажут. Я в вашей инициативной группе, когда вы встречались, я сказал, что, уважаемые коллеги, вы пришли сюда с позицией, что вам это не нужно. Но вы со своей позиции можете остаться и завтра, и послезавтра. Но, посмотрев этот фильм, поговорив с нами, поговорив со специалистами, не исключено, что вы измените свою позицию. Поэтому давайте научимся слушать друг друга. Мы вас тоже сейчас послушаем. Вашу позицию послушаем. Я знаю вашу позицию. Мы встречались уже с вами, с отдельными людьми. Поэтому я же вас попросил в самом начале. Давайте послушаем. А мы не просим, да? Я вас попросил. Вы меня попросите о чем-то другом сейчас. Вы еще стоите. Вы, конечно, просите. Ну, давайте я вас приглашу. Вы ходите сюда. Говорите, говорите. Нет, ну давайте. Рядом с вами станем. Я даже стул вам уступлю сейчас. Вы сядете здесь. Хорошо. Давайте. Вы тут успокойтесь. Господи. Я просто послушаю. Еще раз. На данных слайдах мы вам показываем, где по разным, будем так говорить, программам. И в большинстве случаев по программам переселения Ветхого фронта данное жилье построено. И в котором живут люди. И никаких проблем у этих людей нет. Это регионы различные. Это Костромская область. Это, как вот вы уже видели, Мурманская область. Это вот этот дом. Это Нижегородская область. Это Волгоград. Это город Иваново. Различные. Это город, кстати, это город Руза. Московской области. Дома сданы уже пять лет назад. И люди живут. И никаких проблем у людей нет. Это, значит, дома. Вот следующий слайд. Это дома города Красноармейска. Это дома город Шарья. Очень большая программа по Шарье. И успешно реализовывается с большими объемами сдаваемого жилья. И опять-таки, там тоже условия не вот уж там какие хорошие. Но все равно жилье строится, жилье хорошего качества, теплое жилье. И из года в год все больше и больше по нарастающей эти, будем так говорить, заканчиваются. Вот вы видите слайд. Один дом, вот этот дом для сирот. Вот. Заканчивается строительство одного дома. Тут же подходит, значит, окончание строительства еще в трех домов. Вот уже, значит, завезены материалы еще на два дома. То есть это говорит о том, что в разных регионах строительство домов по этой технологии идет успешным образом. И если бы были какие-то проблемы, то, соответственно, по данной технологии в разных регионах строительство бы не велось. А могли бы там принять, допустим, другие технологические решения. Чем отличаются данные дома, ну, будем так говорить, от традиционных, которые строятся на сегодняшний момент. Данные дома позволяют как раз очень быстро и качественно возводить жилье. Жилье, оно называется жильем эконом-класса, но по качеству, по своим теплотехническим характеристикам, это жилье спокойно может, будем так говорить, и для других категорий, будем так говорить, людей. Вот могу сказать, что вот из таких наружных стен, которые присутствуют в наших домах, у нас, допустим, в Нижегородской области, три вице-губернатор живут в таких домах. И ничего, все тепло, нормально, никаких вопросов нет. Самое главное плюс этих домов, это то, что они позволяют в короткие сроки построить дом, сдать его, значит, комиссии, и чтобы заселились жители Ветхого фонда. Еще раз повторяю, эти дома строятся в разных регионах Российской Федерации. И Министерство обороны, в частности, приняло данные дома, схему конструктивную для жилья военнослужащим и сержантам и старшинам в различных регионах Российской Федерации. Так, сейчас, секундочку. Вот, кстати, на первом слайде показан микрорайон из трехэтажных домов, который тоже в Нижегородской области сейчас реализовывается. Там программа для, ну, по расселению аварийного фонда, программа «Дети-сироты» и программа, значит, с учителями связана, в общем, программа, и комплекс жилых домов, 17 домов, спокойно сейчас застраивается. Это уже первые дома, они уже в этом году будут сданы жителями, люди заселятся и будут спокойно жить. Конструкция здания – это металлический каркас из черного металла, перекрытие, железобетонная плита, пустотная, наружные стены из оцинкрованного профиля, который... Это, будем так говорить, вот разрезка была наружной стены, это толщина 200 миллиметров такой стены, полностью заполнена утеплителем, и, соответственно, снаружи идет отделка фасада, вот изнутри идет два слоя панели ГСП. При всей кажущейся от маленькой толщины данной стены, эта стена намного эффективнее тех традиционных кирпичных стен, которые у нас привыкли строить. Соответственно, это будет влиять на то, что вы будете меньше платить за тепло, и, соответственно, у вас в квартирах будет тепло за меньшее деньги. Перегородки, получается, тоже быстро вызовемые, вот, с очень хорошей, кстати, звукоизоляцией. Вот на многих домах, когда комиссии принимали эти дома, обратили особое внимание на то, что между квартирами очень хорошая звукоизоляция, не такая... Она гораздо лучше, чем в традиционных домах, которые построены по традиционной технологии. Ну, соответственно, вот я здесь вам показал все процессы строительства, которые, ну, как бы, являются основными. То есть металлический каркас, пустотная плита перекрытия, традиционная, легкие, тонкие, но эффективные по теплотехническим характеристикам стены. Вот, соответственно, внутренние стены и перегородки тоже имеют свои положительные качества, которые гораздо лучше, чем все традиционные, которые на сегодняшний момент присутствуют. Ну, в принципе, вот, примерно, вот, такая будет отделка помещений. Вот. Вот. Да, значит, идет пустотная плита перекрытия. По пустотной плите перекрытия делается стяжка и по стяжке уже, самое, клеится и номер. Значит, стены оклеены обоями, и, как вот уже говорилось, потолок отделан натяжным потолком. В местах общего пользования стены покрашены, соответственно, потолки тоже покрашены. Вот. Вот вкратце, как бы, то, что вы, будем так говорить, куда вы глядете. И поверьте, не вы первые, которые сначала, будем так говорить, мы будем так осторожно принимали, как бы, предложение по строительству и переселению в данные квартиры, но практика показала, что люди, слава богу, остаются довольны. И довольны не вот первый, там, второй, третий месяц, а довольны уже годами. По данной технологии уже построено порядка миллиона квадратных метров, и сами первые дома, они были построены где-то лет 10 назад. И если бы были какие-то проблемы, еще раз вас убеждаю, что государственные структуры эти бы нам от дома не приняли. Ну, слава богу, все нормально, технологии хорошие, и рекомендую вам, как бы, принять данную технологию, и спокойно, как бы, когда подойдет время, вселиться с данной квартиры. Спасибо. Уважаемые друзья, значит, я буквально чуть-чуть добавлю, значит, ну, как бы, трудность ситуации заключается еще и в чем, в том, что, значит, мы должны в рамках программы переселения из ветхого жилья предоставлять жителям, которых переселяем, квартиры полностью отделанные. То есть, квартиры без отделки, закон запрещает переселять людей из аварийного и ветхого жилья. Правильно, Александр, я сейчас говорю? Поэтому здесь необходимо, чтобы вот до конца года, а точнее до 1 декабря, мы смогли получить квартиры с полной отделкой. Почему я говорю до 1 декабря? Потому что после 1 декабря необходимо осуществить процедуру регистрации, осуществить процедуру прохождения всех финансовых средств, потому что это средства региональные, это не наши средства, не местного бюджета. Поэтому вот декабрь месяц, он берется для проведения всех этих процедур. Но еще раз повторяю, что, значит, программа эта запрещает переселять людей, жителей, значит, наших граждан в квартиры, которые не отделаны. Квартиры, которые переселяют в дома, которые не приняты комиссией, которые не введены в эксплуатацию. Поэтому сейчас и состоит ситуация в том, чтобы нам до 1 декабря завершить вот строительство этих домов в полном объеме. Поэтому вот то, что мы до вас хотели довести, уважаемые коллеги, сейчас я попрошу, еще раз обращаю внимание, давайте будем слушать друг друга только. Значит, у нас стоит микрофон вот передо мной здесь, внизу. Вы, если хотите задать вопрос, выходите, задаете вопрос. Мы определимся, кто будет отвечать на этот вопрос, и будем тоже вам корректно все отвечать. Пожалуйста, кто вопрос хочет? Пожалуйста. Ну, можете с места, если вас услышат, пожалуйста. Услышат, услышат. Добрый вечер, уважаемые граждане. Я являюсь представителем инициативной группы, которая была создана вот как раз от упомянутых домов по улице Краснофлотской. Меня зовут Медведев Андрей, если кто не знает. И, собственно, начну ближе к делу. Сначала хотелось бы некоторое выступление, вот вы правильно сказали, что мы пришли с одной мыслью. Жилье, данное у нас независимо от расхваливания, каких-то слайдов не устраивает, и интересы на наши не отвечают. И, собственно, сама-то программа переселения, она же должна преследовать удовлетворение наших интересов, а не то, что там Воробьев обещал Путину на приеме пятилетку за три года выполнить. И в новом жилье мы видим комплекс проблем. То есть это касается не только технологии постройки дома, но и также района и других понятных вопросов. Ну и, собственно, ни видео, ни показаны, ни слайды, меня не убедили от своей позиции по дому отступиться. То есть позиция прежняя. Если, конечно, у жильцов позиция не поменялась. Ладно, то я это поменялась. Нет? Ну, я думаю, что я выражаю общее мнение. И уже непосредственно ближе к делу у меня тогда будет несколько вопросов. Ну, во-первых, в общем, стоит упоминуть, что раз нашим интересам это жилье не отвечает, и мы не согласны с переселением, значит, конфликт надо решать в некоторой иной точке. Где-то посередине между вашим решением, что мы переехали, и наше решение мне переезжать. И вот как раз в связи с этим у меня два вопроса к Сергею Юрьевичу, если вы позволите, да? Есть? Ой, извиняюсь. Александр Викторович. Ой, Александр Викторович, прошу прощения. Я перепутал, Сергею Юрьевич. Не волнуйся. Ну, во-первых, я хотел бы узнать про последствия непосредственно для города, для администрации, как финансовые, так и иные, последствия невыполнения программы переселения в 2015 году. Это первый вопрос. Давайте будем сразу же отвечать, хорошо? Ну, последствия невыполнения программы. Финансовые, во-первых, программы у нас финансируются из трех источников. Это средства федерального бюджета, средства бюджета области и средства местного бюджета. Поэтому, вы все прекрасно знаете, что если финансовый год не завершается, но средства не освоены, то они обязаны будут вернуться в те же источники финансированные. То есть, средства области, которые выделились для города Красноармейска, вернутся в область, доходную часть, и средства в федеральный бюджет, соответственно, вернутся, мы обязаны будем вернуть в федеральный бюджет. Программа завершает свои... Ну, то есть, мы считаем, что жители Красноармейского города обрислены, соответственно, ну, к сожалению, если программа не будет выполнена, останетесь... Будет... администрация будет вынуждена расселять вас за счет средств местного бюджета, которых, я практически увиден, их недостаточно для того, чтобы совершить эти мероприятия. Ну, и, соответственно, это касается финансовой части. Ну, и, соответственно, я так думаю, будут сделаны организационные выводы, и почему программа не реализована. Я еще добавлю, уважаемые коллеги. Действительно, значит, ну, наверное, Андрей Юрьевич Воробьев обещал президенту не потому, что ему хотелось пятилетку в три года, наверное, это связано с тем, чтобы побыстрее реализовать, потому что программа эта не останавливается на пятнадцатом годах. В шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый год она будет продолжаться, только уже другие дома будут там фигурировать в этой программе, и, наверное, другие города. Так вот, риск, иных каких-то рисков у нас, помимо того, что мы выпадаем из этой программы по вашим трём домам, по нашим трём домам на улице Краснофлотской, то, безусловно, дальше уже мы из этой программы сто процентов вылетим, и ни шестнадцатый, ни семнадцатый, ни семнадцатый и так далее, скорее всего, нас уже там не будет. Потому что, наверное, и Минстрой, и губернатор, наверное, сделают определённые выводы, не потому что там, ну вот так, вот такие, значит, вот так. Значит, наверное, за этими деньгами сегодня очередь, и попасть в эту программу, поверьте мне, очень сложно. Мы попали в неё лишь благодаря тому, что у нас рухнул Париж. Вот, чтобы вы понимали. Вот рухнул Париж, приехал Воробьёв, сказал построить дом на улице Морозова. И вот под это дело, под это дело, потому что пришло СУ-155, которое сегодня вот тоже рухнуло, но пришло СУ-155, и мы тогда с ними договорились, уважаемый Балакин, давайте мы, чтобы как-то двигаться вперёд, помогите нам, а у него были довольно сильные связи, и всё прочее, помогите нам войти в эту программу. И тогда, при содействии СУ-155, и при содействии Министерства строительного комплекса, нам удалось войти в эту программу. Нам удалось это сделать. Да, были выбраны дома, потому что, да, мы ходили с министром, тогда был министр строительного комплекса Елянюшкин, мы ходили, смотрели эти дома, и было принято решение, что включить вот эти аварийные дома на улице Краснофлотской в эту программу. Мы включили, мы вошли в эту программу. Трудно было, но вошли. И сегодня, когда, я ещё раз повторяю, стоит очередь за то, чтобы за счёт федеральных и региональных средств, а доля местного бюджета, она, ну, если я скажу, что вот региональный и федеральный бюджет вот такая доля, вот такая, то наша доля вот такая там, чтобы вы это понимали. Поэтому, безусловно, мы вылетим из этой программы, если мы не реализуем её. Это, что касается иных последствий. То, что будут меры какие-то административного воздействия, там, я не знаю, что будет, какие меры будут приняты там главе или заместителю главы, который отвечает за это направление, какие меры будут приняты к министру строительного комплекса, это только стоит догадываться. Но, с точки зрения финансов, сегодня ещё одно обременение, которое ляжет на бюджет, на бюджет, невыполнение программы, хотя бы на один день, ведёт за одну квартиру штрафные санкции 5 тысяч рублей. Правильно, Александр Витальевич? За один день. Вот реализация, нереализация в течение месяца этой программы, она несёт штрафные санкции за одну квартиру в 150 тысяч рублей на муниципалитет. Чтоб это было понятно. То есть это миллионы рублей, которые мы получим в качестве штрафных санкций. Пожалуйста. Да, спасибо большое за ответ. И вот как раз по этому поводу мой последний вопрос к Александру Витальевичу. Вот в связи с тем, что, насколько я помню, если я ошибаюсь, поправьте, нам объяснили по крайней мере так, в соответствии с тем, что предыдущий подрядчик СУ-155, я в этом мало смысле, в состоянии близкого данного родства, то есть дома на заморозе предыдущие, которые должны быть, собственно, поэтому было принято решение возвести вот эти вот два дома, быстро возводимые. И возможно ли в связи с такими экстренными обстоятельствами, какими-нибудь способами судебными, там, например, или иного характера продлить программу переселения в ориентилия? Нет, продлить программу мы не можем, потому что, понимаете, существует бюджет, который утверждается, мы выбрали, и, соответственно, мы до 1 февраля должны предоставить отчет об использовании средств, ну, это средства федеральной корпорации Фонд содействия реформирования ШКХ. Вот это федеральные средства. 1 февраля мы должны предоставить отчет. В этом отчете мы указываем площадь переселения и количество переселённых граждан. Ну вот, если мы даже хоть одного человека не предселяем, вот, в отчете не указываем, то, соответственно, мы до, в течение одного календарного месяца мы обязаны предоставить себя вернуть. Для того, чтобы, ну, там, судебно, порядка или в каком-то еще порядке, может быть, там, пойти, сказать, там, президенту о том, что вот мы не смогли, к сожалению, выполнить программное мероприятие. Но средства для того, чтобы их выделили, опять, для дополнительного субъекта, их нужно где-то будет найти. Потому что, ну, у нас довольно-таки часто проходит видеоселектора с участием Министерства строительного комплекса Российской Федерации. И там четко сказано, что те субъекты, которые не освоят денежные средства в срок, они будут, эти денежные средства, предоставлены между другими субъектами. Потому что во многих регионах Российской Федерации есть вареное жилье, которое реализуется еще за счет внебюджетных источников. Поэтому, ну, где-то по договорам развития застройных территорий, где-то за счет инвесконтрактов. Поэтому те средства, которые субъектно реализовывают, перераспределяются как дополнительная финансовая помощь для других субъектов. Поэтому говорить о том, что средства эти перенесутся на Новый год, это утопия. Потому что средства не будут перенесены, потому что есть бюджетный кодекс. Бюджетный кодекс, который говорит о том, что бюджетные средства должны быть освоены в текущем финансовых годах. И они никого в случае не перенесутся. Я еще добавлю, уже четко не по финансированию, а добавлю, что не надо связывать переселение ваших домов с банкротством СУ-155. СУ-155 уже мы знали, что на такой стадии вопрос не рассматривался закупки у них квартир. То есть приобретение квартир осуществляется или через строительство, или через закупку готовых квартир. Поэтому мы планировали и прорабатывали вопрос закупки квартир устроя меридиана. И вы это знаете. Вы письмо прислали, там даже картиночку прислали, правильно? Вот. Поэтому но сегодня фирма строить меридиан, которая у нас обязалась расселить в том числе и всю улицу 8 марта, все дома, она сегодня у нас пока финансовую несостоятельность показывает, и она не справляется с теми обязательствами, которые она взяла на себя, эта фирма. и понятно, что до конца года она не сдаст дом. А я в самом начале перед этим вам сказал, что мы можем купить квартиры только в доме, который сдан, введен в эксплуатацию, и квартиры имеют социальную отделку. Иного закон не допускает. Вот, чтобы вы это понимали. Мы бы с удовольствием вам купили в строй меридиане, там, в ДВМ-групп, в СУ-155. Если бы у нас до конца года были квартиры, мы бы были уверены, что они будут квартиры до там, допустим, даже до 20 декабря, то, конечно, мы бы купили эти квартиры там. Но мы сегодня реально видим, вы видите, ДВМ-группу, у них еще только Остов стоит, 17-этажный дом, и они 100% не построят до конца года дом и не сдадут его, это понятно. Те еще, с которыми меридиан, даже не заложили. СУ-155 у нас рухнуло сегодня. Значит, мы не знаем, что теперь делать с обманутыми дочками, мы с ними тоже встречаемся периодически. Поэтому мы еще и первые четыре дома СУ-155, вы знаете, не можем переселить, потому что они 14-этажный дом до сих пор нам не могут сдать. Мы все-таки надеемся, что до конца года они нам его сдадут. Сейчас они вот кабель прокладывают, вы видите, уже опять мы снова их вытащили с трудом, они начинают работать. Но если бы была возможность, конечно, мы бы пошли по этому пути. Но мы сегодня понимаем реально, что нет у нас домов, которые сегодня до конца года могут быть сданы. И где бы мы могли купить квартиры? 56 квартир для вас. Поэтому мы просто понимаем всю эту ситуацию, сложности этой ситуации, мы пошли вот по согласованию с правительством Московской области, безусловно, мы все это согласовывали. Мы пошли вот по этому пути. Поэтому, чтобы вы это понимали. И то, что нам перенести, вот Александр Викторович, думаю, подробно объяснил всю ситуацию. Пожалуйста, еще вопрос. Здравствуйте. Кто меня не знает, меня зовут Четырекова Мария Владимировна, я старше по дому, номер 16 Красноходский. У меня вопрос такой. Можем ли мы вот эти средства, которые предназначены для строительства вот этих домов направить, или вернее не средства, а есть более нуждающиеся люди, я считаю, на которые живут у нас на труд поселок, как вы все знаете, переселить туда этих людей просто на пусту. А мы от себя можем поставить какое-то коллективное письмо или просьбу, я не знаю, я думаю, что вы можете посодействовать нам в этом? Ну, смотрите, во-первых, ваши дома уже признаны аварийными. Можно я вас перебью? Вот я как собственник жилья, я, допустим, не видела ни заключения, меня никто не поставил даже в известность, что я живу в аварийном доме. То есть это уже нарушение моих конституционных прав, насколько я понимаю. прежде чем мы когда готовили программу, прежде чем какой-либо адрес внести в программу прикрепления, мы требуем ряд документов. Первый документ это акт о признании дома аварийным и постановление главы администрации муниципального образования о подтверждении этого акта о аварийности. Создавится бежеведовательная комиссия, которая обследует этот дом и принимает решение, что составляет акт, но, как знают, дом аварийным. И глава уже утверждает это решение в том, что межеведовательная комиссия до межеведовательной комиссии дом проводится обследование независимой экспертной организации и продает свое заключение. Если несущие конструкции имеют износ свыше 70% и дом несет угрозу для его дальнейшего проживания граждан, то, соответственно, это является основанием для того, чтобы ее признать. Ну, тут два варианта. В первую программу попадают дома, которые аварийные и подлежат сносу, и дома аварийные и подлежащие реконструкции. Один из вариантов, если вы не хотите участвовать в этой программе, это признать дом, что он, например, аварийный и подлежащий реконструкции. Тогда вы осуществляете как собственники жилья, осуществляете реконструкцию этого дома. За свой счет. И мы при предоставлении соответствующих документов мы можем исключить этот дом из программы. Вот один из вариантов. Но дополнительно какой-то дом включить на какой-то улице, мы уже программу не сможем. Потому что весь реестр аварийных домов в Натверджином губернаторе уже предоставлен в федерацию. соответственно по этому реестру этих всех аварийных домов мы получили финансирование в целом городе Московской области. То есть мы можем выйти из программы, если мы решили, мы собрались жители дома номер 16 предположим, и мы можем в общем собрании решить выйти из этой программы. Правильно я понимаю? кто возьмет ответственность для того, чтобы дом признановлений? Вы собственники, все собственники жилья берете на себя ответственность о том, что нам дали можно пригласить независимую экспертизу, которую установят. Потому что вы говорите, что должен быть независимый эксперт. У нас я не знаю насчет комиссии межведомственной, была она или нет. Никакой независимый эксперт наш дом не оценил. То есть я правильно понимаю, что вы готовы проживать в этом же доме? Да. Я допустил готова. У нас хорошие дома на самом деле. Вот если сравнить вот с этим домом, который нам предлагают, ну по сути дела барак. Там непонятно на какое время его вообще строят. Это временное жилье, которое строят для Министерства обороны. Мы прекрасно знаем, что тут наши военнослужащие, не понаслышке причем, взять то же самое вантехку, где строят для них жилье временное. Я прекрасно знаю, что со многими общают. Там кирпичные дома. А здесь, извините, даже разговор не... от этой технологии. Во-первых, это дома невременные. Эта технология уже довольно-таки успешная, уже применяется во многих регионах Российской Федерации. Если вам интересно, вот дома в Грузии построены, давайте создадим сочинную группу, которые разъездят и посмотрят, эти дома в Грузии. Нет, вы помните, что нас не только дом не устраивает, нас не устраивает район, куда нас переселяют. Это район фабрики, промзона. Город Фантеев, прекрасный дом. 12-13. Никто не живет, кстати, в этом доме. Где? Живут лет 5 уже. Ну, хорошо, я узнала. На какой улице он находится? Фабричная. Прекрасные отзывы. Очень хорошо. Мы очень рады. Так, а я не понял. А у вас не устраивают районы? Я вот, вот я был сегодня сейчас на строительной площадке. В чем район набирается? В принципе, неплохая речь, когда она погибает. Ну, там фабрика, понимаете, которая работает. Это бесконечная, бесконечная вереница фур, с утра до вечера, которые едут. Я не хочу, чтобы мои дети дышали этим воздухом. А фабрики на коморстве находятся? Все-таки, в принципе, разрабатывался... Разматывался двоих подробно территорию. Санитарная зона выдача. Туда тоже машина идет. Доходя постоянно. То есть, это промзона. Нас туда хотят с нашего прекрасного места. Да, у нас рядом поле. У меня, допустим, поют соловьи вечером. У нас минимальное количество сейчас машин благодаря вообще не могу. Мы, к сожалению, мы занимались этим вопросом и подыскали ну, обеспеченцы совместные мы тоже смотрели территории где может быть строительство в городе Красноангельске нет земельного участка свободного, где может быть строительство. Поэтому... На этом... Там по плану там должны быть даунхаусы, которые, я не знаю, кому нужны. Поэтому... Поэтому мы взяли этот земельный участок и мы там очень большой работой провели по оборудованию в городе Красноангельске. Значит, вот давайте еще раз. Марина, да? Марина, вот я вам помните на встрече нашей говорил. Вы отвечаете только за то, что вы знаете. Вот насчет тамухаусов вы искуда услышали? Я звонила. Я скажу... Кому? Фамилия? Я не знаю фамилию, я разговаривала... Значит, я хочу всех... Вот я хочу всех заверить, я хочу всех заверить, что никто не рассматривает строительство тамухаусов на месте 10-12 дома. Понимаете? Никто это не рассматривает. Ну, вот где или там, где у нас горели два дома? Восьмой или какой-то? Шестой, восьмой дом? Нет, шестой, восьмой. Ну, я прошу прощения. Ну, что вы? Шестой, десятый дом? Да, 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 да. Вы знаете, немного лет назад еще я звонила в отдел архитектуры и мне сказали, что здесь по плану, вот, есть генеральный план, там планируется наберемые кипы, снос гаражей и всего остального. Я это не выдумываю. Марина, вот понимаете, первое, еще раз повторю всем. Пожалуйста, уважаемые жители, давайте говорить только то, в чем вы уверены. Так мы в этом уверены. Вот я, ну, если вы, перед вами стоит глава и говорит, что там не будет таунхаусов, что генплан у нас еще не утвержден, поэтому не может быть, никто вам не мог, может, три года назад или четыре, вам кто-то мог это сказать, но сегодня, если вы говорите об этом, то давайте мы будем говорить о том, в чем мы уверены. Я еще раз заявляю, никаких таунхаусов там строиться не будет. Через два года вас уже не будет, если вас через два года переизберут, нам нужно сразу придет и другой скажет. Значит, давайте так, не изберут, не изберете, но это ваше право. Понимаете, придет другой, значит, будет другой вам рассказывать что-то, но я, пока я отвечаю за город, пока я отвечаю за город, то я вам говорю, что там, таунхаусов не будет. Все. Мы услышали, что вы не хотите вас устраивать дом, вы готовы за собственный счет провести реконструкцию этого дома. Собственники, правильно я понимаю? Я готова выйти из программы, не дергиваю. Давайте так, вот завтра, завтра, завтра получится так, что вы выйдете из программы, а потом придете ко мне, главе, или кто там, как говорите, другой будет, и скажете, извините, но у нас невозможно прийти и посмотрите, у нас невозможно проживать. Что, делайте что-нибудь? Я скажу по поводу генерального плана. В данный момент генеральный план разрабатывается, и каждый генеральный план перед его утверждением проходит публично слушанно, поэтому публично слушанно по этому генеральному плану будет, вы все прекрасно увидите, где будет стоять тонхаус, где будет стоять школа, где будет леска сады, и так далее, и другое жиршное строительство. Поэтому все это вы видите, и все это пойдет через вас. Если вам интересно, вы можете административно всех вас субъектами через смс-информацию, когда вы проходите слушание по генеральному плану. Сейчас, минутку, вот, пожалуйста, вот вышел, вы потом сойдите, хорошо, давайте по очереди. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, дорогие наши жирцы. С нами ты хоть тоже поздоровайтесь, что ли, ну, а то все жирцы же, если мы здесь тоже вы стоим как-то так, знаете. Ну, что я хочу сказать. Два дома, которые признаны аварийными, ну, по большому счету, они никакие не аварийные, они просто запущенные нашей администрацией. 21-й, 16-й дом, прекрасные кирпичные дома, теплые, слухие. Крыши недавно перекрыли. Там отличное железо. Многие из нас сделали ремонт, поменяли все рамы, посмотрите, почти везде пластиковые рамы новые. Полы поменяли, все трубы. И я вот сам сделал ремонт у себя два года назад, он обошелся мне в 500 тысяч. Я полностью все поменял. И сейчас мне предлагают жилье эконом-класса. с нагроливанием в бетоне. А у меня деревянные полы сделаны, все отлично. И зачем я туда пойду? Что я детям своим скажу, когда они будут у меня на бетоне сидеть на этом? Зачем мне жилье эконом-класса? У меня хорошие квартиры. Вы сами подумайте. Это разумно. Это неразумно. И дома, и еще 50 лет простоят. Им надо просто сделать небольшой ремонт, который был запущен. Хотя мы платили. А на лестничные клетки, правильно? Да, у нас уже платили. У нас многие уже ремонт сделали. Многие. Там надо только сделать небольшой ремонт косметический, лестничные клетки привести в порядок и цоколи эти штукатуры, которые облетели. Само младшим. Вопрос. Хорошо. Значит, я давайте так. Уважаемые коллеги, друзья, вы знаете, посыл неправильный, что администрация все там завалила вам и поэтому у вас такие грязные там и прочее. Значит, давайте начнем с того, что в первую очередь, наверное, с 2005 года, когда вступил в силу жилищный кодекс, большинство из вас приватизировало эту квартиру. Правильно? Вот. И вы сейчас с 2005 года почти работаете с управляющими компаниями как собственники. поэтому администрация несет ответственность за ваши дома с точки зрения собственника, как собственника муниципального жилья. Точно так же долевое участие, как и вы несете. Поэтому сегодня говорить, что администрация там, извините, нифига не делает, поэтому вот у нас такие плохие там коридоры и прочее. Давайте мы эту ответственность все-таки с вами будем делить. Понимаете? Вы собственники, основная масса. Вот из 56 квартир, 31 квартира это собственники вы. И 26 у нас муниципальных. Вот из 26 муниципальных мы готовы нести ответственность в полном объеме. Но вот так вот заявлять, я всегда говорю еще раз, что нужно отвечать за свои слова, когда мы говорим что-то. Поэтому ведь вот то, что Марина сказала, Марина сказала, а я еще раз повторяю, вы готовы взять на себя ответственность за содержание этого дома? Вы готовы как собственники это сделать? Вы готовы реконструкцию его делать? Там ремонтировать что-то? Вы это готовы делать? Так, подождите. Можно я скажу? Просто мы коснулись управляющей компании, мы коснулись, да, насущная проблема уже несколько лет назад была, когда максимум сервис ушел с огромной суммой, да, и мы не знали, что делать. Теперь наша управляющая компания, которая якобы нам что-то делает, я не знаю. Чего не делает? Вот. По-моему, все со мной будут согласны, что они ничего не делают совсем, но мы тем не менее ежемесячно с каждой квартиры по тысяче рублей не перечисляем. Я давно уже предлагала взять это в свои руки, но тогда, наверное, не были готовы жители, да, как-то вот, ну, не сложилось у нас. Поэтому, если, я думаю, что сейчас уже это можно сделать, поскольку у нас вопрос стоит, что да, мы здесь живем и, конечно, мы должны за этим за всем смотреть и за этим за всем ухаживать. Понятно, хорошо. У нас дом хороший, да. Пожалуйста, молодой мужчина, вот вопрос ухаживайте. Уважаемые коллеги, вот смотрите, неужели, вот смотрите, молодой человек, ну, вот давайте по второму кругу не будем. Александр Викторович четко сказал, что невозможно сегодня, у нас домов 20, 33 домов аварийных, 33, чтобы все понимали, но у нас сегодня невозможно внести изменения в эту программу, невозможно. Вы слышали, что Александр Викторович сказал? Ну, почему мы вас не спрашивали? Потому что, так, минуточку, минуточку, коллеги, давайте будем опять же последовательны. Александр Викторович тоже четко объяснил, что без проведения экспертизы, без проведения экспертизы, где ваш дом признан аварийным и подлежащим расселению, значит, никто решения не принимал. понимаете? Значит, подождите, подождите, у вас, у вас, когда табличку повесили о том, что, значит, ваш дом подлежит расселению? А? Когда? В прошлом году. Ну, в четырнадцатом, видите, значит, вы повестили? А, табличку повесили, У нас вообще это в семнадцатом доме тоже были бы не были. В семнадцатый дом. Значит, ну, вот, уважаемые, семнадцатый дом, значит, я опять же сказал, что, значит, я бы, если была у меня возможность Балакина Михаила Ивановича взять и привезти сюда, я бы его с удовольствием привел, чтобы он объяснил, почему он не доделывает этот дом, понимаете, почему он камеры не может протянуть. Вот, поэтому, значит, с переселем и семнадцатый дом, безусловно, переселим, потому что, ну, я думаю, что в этом году мы переселим обязательно, потому что у нас нет уже других сроков, чтобы говорить об этом. Это что касается семнадцатого дома и других четырех домов, которые были в прошлом году. Пожалуйста, вопрос. Всем добрый вечер, я член инициативной группы, зовут меня Анатолий Николаев, у меня небольшая реман. Вот, вы знаете, власти, избранные нами на местах, наверное, должны представить интересы непосредственно избирателей. Если я правильно поняла, вы говорите о том, что не успели в сроке, встроим меридиан, да, то есть, и вы говорите, что ну, не получается у нас в России нормальные дома, то есть вы заведомо говорите о том, что данные два дома, которые возводятся, они уже, как бы, что-то в них не так. Другое дело, почему мы должны отвечать за ваши недоработки? То есть, у меня вот вопрос, извините, не помню, как он зовут. А, сколько у нас городов в Московской области, которые не успевают в программу. Понимаете, вся информация размещена на портале, который у вас есть. Нам известно, что не только Красноармейск, и ни одного человека, либо, по правке, если я ошибаюсь, не из Московской области не переселили, не собираются переселять в подобные дома. Именно по программе ветхоаварийное жилье. И еще одна секундочка. Скажите, пожалуйста, эта программа создана для чего? Для того, чтобы мы вовремя освоили деньги или все-таки мы предоставили людям достойное жилье? Я могу понять, в чем предупреждение от данной технологии. Подобная технология у нас, мы уже с 13-го года, у нас по ТЭМ строит Талдовский район, сельское поселение ТЭМ. Поэтому можете поехать, посмотрите, просто такая же организация, в 1 в 11 строят также, в 2-м, в 3-м, в 3-м каркасе. У нас же ведь Московская область для расселения граждан не строит подобные дома. Не ошибаетесь? Нет, вы ошибаетесь. Вы можете поехать, мы переселили в прошлом году, в сельском селе ТЭМ, я повторюсь, Талдовский район. И в этом году опять там уже строится эта же организация строит, продолжает строить такие же дома. Опять же, что касается жилья, о котором вы говорите, предоставляется военнослужащим. Вы должны понимать, что это жилье им достается бесплатно, возможно, временно. а вы нам взамен нажимаете. То есть вы у нас изымаете нашу квартиру. Понимаете, ну, человек рассказывал, может быть, не так убедительно об этой технологии. Просто мы все привыкли о том, что дома должны быть построены из кирпича или из бетонной конструкции. Но мы же идем вперед, мы все развиваемся. И в том, что эти дома некачественные, что это вам построят барак временный какой-то, но давайте пообщайтесь более подробно застройщик. Пусть он более подробно расскажет. Съездите, в Бронтеевку съездите, посмотрите. Давайте съездите, посмотрите. Но не эта организация, а Тенпеллэ, Талтунский район. Можно организовать, 2-3 человека расскажут тут дома. Взять микроавтобус, и организация сможет вам разговаривать. Поедите, пообщайтесь с жителями, как они там проживают. Просто, понимаете, предублеждение. Это все предублеждение, потому что финансово-национальные вопросы. Можно еще вызвать вопросы? Финансово-национальные вопросы. Дело в том, что вы все прекрасно понимаете, у вас сколько сейчас на вторичном рынке жилье стоит? 69. 69. А по программе у нас 36-430. 36-430. Поэтому и отделка такая муниципальная, и соответственно, и сотрудник ужимается, и идет. А почему не ужимаются в других городах? Я просто знаю, что в Пуштинском районе. 36-430 то же самое. Нет, а какие там строят дома для расселения из ветхого рима? То есть, за что нам? Понимаете? Вот мы, допустим, люди, которые действительно, не знаю, у нас есть люди, которые ветераны, у нас есть люди, инвалид, за что? Так, я не могу понять, что за что? Понимаете, вы понаслушались, понимаете, вот с Арахмановым радио, о том, что у вас изначально вы не ознакомились ни с технологией, не видели ни эти дома, вот, и уже изначально у вас уже предвреждение о том, что этот дом плохой, и это барок. Понимаете, изначально. Еще, еще я хочу сказать следующее, значит, минутку, минутку, значит, уважаемые жители, сейчас, минутку, минутку, значит, вот здесь все время пытаются увидеть действительно, что вас кто-то, я в самом начале, когда мы говорили, что вас кто-то хочет обидеть, кто-то хочет решить вас каких-то прав, кто-то там, что вот глава сегодня не доработал, глава там не сделал то-то, глава не сделал то-то, понимаете, значит, прежде чем принять такое решение по застройке, прежде чем, значит, мы общались и с Александром Викторовичем, и с министром СОР-поблекса, и с заместителем представителя правительства, прежде чем принять такое решение, безусловно, мы все посмотрели. И изначально, изначально, вот этот посыл, что за что, да, поймите правильно, это нормальное, комфортное жилье, эконом-класс, это не значит, что это плохое жилье, эконом-класс, это значит, что отделка, отделка, она не суперотделка, не с материалами, которые там супер, какие-то материалы, эконом-класс, это значит, что вы получите не там сто, десять квадратных метров, а, допустим, шестьдесят или там пятьдесят, сколько у вас квартира, понимаете, то есть понятие эконом-класса, это не значит, что это плохое жилье, что это не качественное жилье, это же не значит, поэтому, когда вы вкладываете, что вас пытается кто-то ущемить, для меня это удивительно и немножко, ну, неприятно слышать, потому что, вот, те действия, которые мы сегодня предпринимаем, первое, чтобы войти в эту программу, я же не буду вам объяснять, сколько бессонных ночей, допустим, я провожу, я же вам не объясняю это, вот, но, все действия, которые сегодня предпринимались, ранее, сегодня предпринимаются, для того, чтобы у нас городской, был в этой программе, чтобы вы получили, значит, вас расстелить в качественное жилье, значит, это почему-то воспринимается, как некое, за что же нас так, вот, в такую ситуацию нас затолкали. Я думаю, что это немножко, опять же, посыл неправильный, поэтому, давайте все-таки, не будем думать, что здесь, вот, у меня есть огромное желание, почему-то, вот, такое складывается впечатление, что у главы, у его заместителей, у правительства Московской области, есть огромное желание, вас куда-то затолкать, лишь бы затолкать, у нас нет такого желания. Значит, плюс еще добавлю, плюс еще добавлю, что, значит, существуют экспертные организации, государственные, и все проекты, в том числе, и, как вы говорите, Пушкина дома строятся, и, значит, Иванкеев, и еще где-то там, в Москве, они проходят все экспертизы, государственную экспертизу, поэтому, значит, никто их не пропустит, если они не соответствуют стандартам, ГОСТам, поэтому, говорить сегодня, что это некачественное жилье, что оно не соответствует условиям проживания, еще чему-то, неправильно это, поймите, вот давайте мы все-таки уйдем от этого предубеждения, что вам тут что-то подсовывают, никто вам не собирается что-то подсовывать, вы давайте вот все-таки прислушаемся, пожалуйста. Вот вы говорите, вы не хотите, чтобы нам было хуже. Мы с Краснофлотской, дом 17, у нас там приватизированных квартир нет, когда проходили слушания по застройке 14-этажного дома. В нашем доме ни один не подписал, что согласны на такую застройку. Однако же построили такой дом, и каждой семье дают квартиры 55 метров. У нас квартиры от 63 квадратных метров до 66,5. Вот лично нашей семье 11,5 метров не додают. Вот мы и не подписали документы. Остальные подписали, а нам только говорят, скажите спасибо Парижу. Вы сказали, напишите письмо, мы вам написали, прислали ответ вода. Конкретно, что наша семья пообещает, что ничего? Хуже ли, лучше ли, что нам ждать? Во-первых, в рамках программы все жители получат метров в метр. У нас все жители с половиной. Уменьшение общей площади. Вот конкретно наша семья, вот наша семья, 11,5 метров. У нас... А вы уже знакомы с правительным решением? Да. Нас вызывали, мы не подписали. Вот мы и соседи вот Ахаккина наши не подписали. Вот они подписали, а их по 8 метров не дадают тоже. Это 7 домов, а Марина, вы же где-то. Ну и на наш дом говорили. А я тут уже знаю, господин, и не помешали. Уменьшение. Хорошо. Значит, давайте мы с 14-м домом, который вот, 14-этажный дом, значит, мы сегодня не будем эту тему абудировать, послушайте меня, но мы сегодня... Нет, давайте, тогда давайте встретимся отдельно с вами. Значит, подождите. Значит, ну хорошо, значит, ваша позиция такая, что мы другое пихаем. Давайте еще какие вопросы есть по вот этому проекту? А что? Что? Воконов там не будет. Там не нужны воконы. Вообще воконы вообще не нужны. Хорошо. Вопрос какой у вас? Вопрос у меня был сколько дородов Московской области не укладывается в сроки? 9 муниципальных образований. И вот 7-9 муниципальных образований предложили стройку подобными домами? Дело в том, что я вам расскажу. Нет, 9-м застройщика уже был. Застройщик был, просто он не укладывается более на сроки. Возьмем тоже... Сейчас тоже такой есть застройщик, который не укладывается в сроки. Нет, дело в том, что застройщик это строй меридиан, о котором вы говорите, он до конца года 100% потом не введет в эксплуатацию. Гороженые карты. Ну, то есть это план мероприятий проявляться в программе. Этическое прописанное, где, какому сроку, ну, должен быть там, фундамент и так далее, произвести ввод объекта в эксплуатацию и другие инфрационные мероприятия. Поэтому все остальные москопные образования, там у них конкурсы были отыграны, застройщик вышел на площадку и на этом остановился. Кстати, то, что вы говорите, Пушкинский район. Пушкинский район, там тоже есть свои проблемы, потому что там применяется, там строится дом, если кто знает, когда технологии несъемной опалубки. Что-то мне говорит это для вас? Ну, чтобы было понятнее, то есть берется несъемная опалубка, которая состоит, ну, это металлическая конструкция и обнесена полистирольными плитами. Выкладывается опалубка и заливается потом ячеистый бетон. Вот, он вибрируется и, соответственно, также выводит систему. И люди там возмущаются, почему у нас силите пенопластовые дома? Просто, понимаете, там двухсторонный пенопласт в качестве идет утеплителя, от населения бетона. Там тоже есть свои проблемы и тоже так мы приходим к жителям и рассказываем о том, что это тоже современная технология, то есть быстровозводимая конструкция. Ну, к сожалению, ну, везде жители, ну, невозможно всем ухотить, тем более вы прекрасно понимаете, что... это безумная идея, построить дом при Фабору. Это один вопрос. Это гениальный вопрос. Губернатор, что этот дом будет настроиться на Синий. Это во второй вопрос. Ну, вы знаете, я уже отвечал на этот вопрос, о том, что... Я не считаю, что это безумная идея, потому что, я еще раз говорю, что это современная технология по возведению от домов. Ну, где-то... Мы же входим, уже все идет вперед. Вот дом, который вы упоминали, дом в Романтеевке, это дом полностью коммерческий. Он продается за живые деньги. И дом был полностью раскуплен еще на этапе строительства. И вот из этого миллиона квадратных метров под переселение, под переселение, дай бог, может быть, процентов 20 попадает. Вот. Потому что, в основном, это строит коммерческое жилье. И когда появились вот эти программы по переселению жителей Ветхого фонда, тогда, будем так говорить, администрация различных городов обратили внимание и в том числе на эту технологию. Потому что она нормально реализовывается именно в коммерческих проектах. А там, извините, не дураки деньги отдают, собственные деньги отдают и покупают квартиры в этих домах. А вы считаете, что если вам квартиры дают бесплатно, значит, вам дают какую-то нехорошую штуку. Одну секундочку, одну секундочку. Вы привыкли жить в каменных домах. Вот. Но это опять-таки говорит о том, что раньше на телегах ездили, сейчас ездят на машины, сейчас космос летает. Япония, Америка, Канада, она вся по такой технологии построена. Там что, дураки, что ли, живут? Кирпич, да, он свое отжил. Вот. В свое время строили из дерева, потом стали строить из кирпича, потом стали строить из бетона. Мерли стоит на месте. Вы хотите сказать, что данные дома, они лучше, чем монолитно-кирпичные? Естественно. Естественно, они лучше. Стоит себестоимость. Опять-таки, объясняют. Себестоимость понятия относительные. Объясняют. Еще одну секундочку. Для того, чтобы сохранить тепло в данных домах, вот, одна, допустим, эта самая технология. Если вы идете по пути кирпича, то, чтобы сохранить тепло в кирпичном доме, вам нужно кирпичную стену сделать метр примерно. И представьте, сколько это будет стоить. А есть более, современные технологии, которые позволяют при меньшей толщине, допустим, стены, получить тепловой эффект тот же самый. И когда, допустим, программа запускалась в Костромской области, то же самое было. Также встречались с жителями и также говорили, ой, да что вы творите, да куда вы нас переселяете, да государственные деньги, в такие стенки, да вы людей заморозите и так далее, и так далее. Губернатор сказал, ребят, давайте встретимся с зимой. И он летом принял дом, зимой специально приехал, и когда они знают, а на улице где-то было примерно минус 24, примерно минус градуса, и вот они, значит, как бы заходят в подъезд, а навстречу выходит и идет, спускается женщина с маленьким ребенком, в трусиках ребенок, пошла к соседке, и когда они зашли в квартиру, там естественно теплее, то же самое, что и в Атеевке, в подъездах даже тепло, чем в ваших деревянных или там кирпичных домах, которые там холодно. И тогда все вопросы снялись, потому что психология, к сожалению, она есть в людей. И когда мы встречаемся, допустим, с застройщиками, которые продают коммерческое жилье, они говорят, ой, ребят, ну действительно, вы так хорошо говорите про вашу технологию, что она хорошая, а что в ней плохого, скажите? И мы однозначно говорим, плохое это психология в вашей голове, потому что привыкли жить в кирпиче и думаете, что лучше кирпича нет ничего. К сожалению, весь мир по-другому думает. Вот в чем дело-то. И еще раз говорю, если бы коммерческое жилье по такой технологии не строилось, я бы еще каким-то образом мог бы с вами согласиться. Но еще раз говорю, большинство квадратных метров по такой технологии строится именно на коммерческих условиях. И люди не дураки, отдавая свои деньги. Как это стоит вопрос цены? Опять-таки, вопрос цены это дешевле, чем традиционное строительство. За счет уменьшения количества сроков, за счет уменьшения количества людей и так далее, и так далее. не отвечают. Уважаемые друзья, я отвечу. Значит, о коммерческой цене можно говорить, когда дом будет построен, и тогда вы сможете говорить о коммерческой цене. Сейчас говорить о той цене, по которой будет построен один квадратный метр, и по которой он будет продаваться потом на коммерческом рынке, это две разные цены, вы же понимаете. Поэтому, но поверьте, что цена квадратного метра в этом доме будет совершенно не ниже, чем у нас вторичное жилье. Это будет так. Вот посмотрите. Вы знаете, я хочу сказать... Можно я подложу, и все, я вот выходила. Вообще, на самом деле, когда мы собирались, когда мы были у вас на приеме, мы все-таки надеялись на конструктивную беседу, что мы должны услышать нас, что мы, допустим, против, да, мы обосновываем, то есть мы говорим, почему мы против. Вы не предложили, то есть вы на выбор без выбора. То есть у нас есть либо вот это, либо мы посудим... Почему? Вам же сейчас предложили, вот Александр Викторович согласился, если вы готовы взять на себя время по реконструкции дома, то вы можете написать. А если наши дома, допустим, которые, допустим, он не станет не аварийным, понимаете? Вот. Но я хочу сейчас о другом сказать. Да. В общем, да, я хочу что сказать. Ну, так вы что, хотите все-таки продолжать жить в своем аварийном доме, что ли? Конструктивную беседу у нас так и не получилось, с вами. Ну, я так не считаю, что я не мучилась. Да, пожалуйста. Прививала? Да. А, значит, мы высказали вам позицию наших жителей, да? Мы говорим о том, что мы не согласны ни с домом, ни с местом. Мы считаем, что нас обманывают. Что это, это, что это? Это ирония судьбы. Это что это? Ну, злой рок какой-то, да? То есть просто издевайтесь над гражданами. То, что вы сейчас рассказываете, показываете, я говорю, в наш век интернета ни единого положительного отзыва от людей, которые живут в данных домах, кроме вот застройщиков. То есть там нет. Там вплоть до того, что говорят, что там некачественно застраивают. То есть никто не отслеживает дома выше пятого этажа. То есть там не проводят какие-то капитальные проверки, которые, допустим, предусмотрены для высотных домов. То есть построить этот дом сейчас тупо для галочки. То есть вы освоитесь скорее быстрее эти деньги, отчитаетесь и все вы, в общем-то, вы будете герои. Другое дело, что вы сегодня здесь, а завтра вы где? А нам здесь жить, у нас дети растут. То есть понимаете, вы знаете, стоп, я здесь живу, я здесь живу, я здесь все стану, чтобы вы знали. Понятно, да? Я имею на вашем носок. Да, есть фотографии в интернете, когда эти дома рушатся при возведении. У нас еще не, вот вы, допустим, говорите, в Московской области сколько домов построили металлокаркасов? И вообще, в своей практике встроили дома из металлокаркасов? Естественно. В Московской области. Адрес скажете? В Московской области да. Вы имеете в виду именно с металлическим каркасом. Да, вот то, что вы хотите сейчас предложить нам. С металлическим каркасом строят в Сергиевом Посаде два дома. Вы лично, но ваш фирмозиский. По нашей фирмозиске я имею в виду. И металлический каркас это тот же самый Мурманск, это Сочтывкар, кстати, по полу Сочтывкар, не кстати. Нет, так, в условии более жесткие. Я знаю, что их учить будет оставить эти дома. А я... Это, будем так говорить... Это временные дома? Нет, это не временные дома. В Нижегородской области целые микрорайоны трехэтажных домов на металлическом каркасе строятся. давайте мы бесплатно готовы вас свозить в тот же самый Нижний Новгород. И меня, кстати, я очень удивился, когда мы поставляли металлические каркасы на вот эту стройку там 380 тысяч квадратных метров. очередь чисто коммерческий проект. Очередь людей, которые покупали это жилье. Потому что главная там была цена квадратного метра. Она была несколько ниже, чем цена домов из кирпича и так далее, и так далее. Вот в чем дело-то. А если... Одну секундочку. А если вы хотите... Минрегион развития дает цену 36 тысяч, попробуйте построить кирпичный дом за 36 тысяч... А почему все пробуют и все получается в Московской области? Почему только в Красноармейске не получилось? Почему? Я спросила у человека, который за это отвечает. Не всегда. А вы откуда знаете, в какой там технологии? Давайте, давайте все. Спасибо. Значит, Арсан Викторович ответил на что, 9 регионов, да? Да. 9. Хорошо. Я же вам говорю, что еженедельно Акир Иванович Славович выкладывает фотографии этого там... У нас... Да, знаю, конечно. Да, по этой же технологии, я вам говорю, что в один-в-один такой же металлической конструкции строится уже второй год, уже тому возводится, в полномском районе. И, кстати, Кирилл Иванович Славович Янешкин, заместитель председателя правительства, ездил ключи вручать в прошлом году, в тот же такой же жидко. Только строил другую организацию. Почему именно это место выживали сняться? Ну, потому что это приходилось сказать. Да, что? А что? кроме... На морозу было в горе дноу, домом, а что он в открылся? На кладбище по сей день кошмары сняться. На втором кладбище поставили. Вот. Ну, переселите их туда. Нет, в адрес, Андрей Юрьевич, письмо направлено. Мы заставили со ссылками на законодательство и хотелось бы сказать о том, что так как у нас не получилось сейчас беседы все-таки конструктивные, на которые мы рассчитывали, надеялись, вы срываете нас с рабочих мест. Для чего? Для того, чтобы показать, какой замечательный дом, он и так знает. И поэтому я что хочу сказать, что сейчас готовится письмо в адрес президента, в том числе у нас есть выход на федеральные каналы, то есть мы хотим все-таки привлекать общественность, в том числе и средства массовой информации, поэтому, чтобы мы были готовы, что мы категорически не согласны ни с домом, ни с местом. У меня все. Спасибо. Александр Иванович, я хочу вспомнить на минуточку, что у нас все-таки идут подрывы в городе. Ну и что? И что? Как он будет стоять, когда у нас кирпичные дома трещины дают? Как будет стоять эта металлоконструкция? Мне вот интересно. Вы знаете, значит, для меня вообще вот удивительно, я вот всю жизнь по профессии я вообще сам закончил по специалист по твердым топливам, по подрывам, понимаете? Я заканчивал академию военную по этому, по этому специальности. Я хочу сказать, что это совершенно, совершенно безопасная конструкция с точки зрения подрывов. Первое. Второе. Он расположен в той зоне, где ударная волна совершенно туда не доходит. Чтоб это было всем понятно. Поэтому, значит, и третий бомб, третий момент, значит, я же не буду спорить с вами. И третий момент это то, что он в том числе проходит испытание, как при разработке проходит испытание на ударные нагрузки. Да. Вся Япония, она в сейсмической зоне. Вот. И как раз вот для сейсмических зон, а взрыв, это, будем так говорить, что-то похожее, даже менее самое опасное, чем сейсмические, значит, это самое землетрясение. Так вот, это данные технологии, как раз в Японии и строятся дома по этой технологии, потому что они, будем так говорить, больше, значит, безопасны, чем кирпичные дома. Кирпичные дома, еще раз вам повторяю, это просто ваша психология. И не более того. Вот. Опять-таки, если мы возьмем, я недавно, кстати, читал очень интересную книгу, опыт строительства металлических домов и зданий из металлического каркаса 60-е-е в 80-е годы в городе Алма-Ата. А там сейсмический этот самый район. Так там 17 этажей, 12 этажей, 15 этажей. Все построено на металлическом каркасе, потому что для таких районов это наиболее экономически выгодное строительство. Такие дома из кирпича просто не строят в сейсмике. А здесь вам предлагают безопасную конструкцию, которая лучше работает чем кирпич в сейсмике, а вам в простом районе предлагаются дома более, будем так говорить, жизнеспособные. Вы поймите, кирпич это не панацея, это просто ваше глубокое заблуждение. хорошо, и не более того. А вот к застройщику подождите, к застройщику вопрос, а что, там какой-то очень глубокий фундамент у вас, вообще, как он стоит этот дом, может быть это песочница, которую сверху коробку поставили и забыли. Объясняю, объясняю, проведены геологические исследования данного земельного участка. Геология показала, что грунты там нормальные. Болото. Стоп, одну секундочку. Шесть коллекторов там. Там уже коллектора переносятся, уже часть коллекторов перенесена. Часть коллекторов там, будем так говорить, это самое, даже была в аварийном состоянии и рано или поздно все равно ее пришлось бы ремонтировать. Но одновременно с переносом еще сделали ремонт. С точки зрения безопасности и правильности строительства не принят дом, если он не будет удовлетворять всем требованиям строительных нормативов. В данной ситуации, поверьте, мы тоже не авантюристы какие-то и нам не хочется заниматься какой-то там авантюрой, не имея качественного проекта, не имея качественную геологию и просто так что-то там строить, чтобы потом упало, но извините, мне все еще со мной. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Внимание, внимание, значит, уважаемые жители, посмотрите, на мой взгляд, как вас зовут еще раз, Анатолина, Светлана, да, вот Светлана сказала, что она надеялась на позитивный диалог, я думаю, что диалог у нас именно и получился, мы высказывали свою точку зрения, вы высказывали свою точку зрения, Светлана озвучила позицию, вы ее, кто-то поддержал, кто-то воздержался, значит, никто сегодня не ограничивает ваши права, никто сегодня не ограничивает, ваши права сегодня, как сказала Светлана, что мы обращаемся к губернатору, обращаемся к президенту, вызываем сюда телевидение, То есть, ну, наверное, это ваши права, и вы вправе это делать. Значит, но мы постарались, мы постарались со своей стороны, и в этом заключается наше право. Вот здесь нас обвинили, что мы сорвали у вас рабочих мест. Ну, наверное, вы могли бы не приходить, если у вас нет такой возможности. Значит, но...